Здесь ничего не останется. Небольшая комнатка одна. Это или кухня, или что-то еще, где вот мы видим ракушняк обвалился полностью. Да, смотрите, окна выбиты, висит вот такая еще штора, остатки штора, будем говорить так. Но именно вот про село Громовка как-то забыли. Всем привет, наши дорогие любители Крыма. И путешествий. И сегодня мы продолжаем для вас снимать цикл видео, Крым, которого больше нет. Такой Крым вы не увидите на рекламных буклетах туристических компаний. Такой Крым вам не покажут на экранах центрального телевидения. Это действительно эксклюзивные кадры из Крыма. Погнали. Сегодня мы приехали в Крымское село под названием Громовка. Оно находится всего лишь в 18 километрах от курортного города Саки. Первое упоминание об этом селе встречается в 1784 году. И до 1948 года оно называлось Катур. Надеюсь, я правильно произношу название и правильно ставлю ударение. В переводе с крымско-татарского языка это означает Чесотка. Почему так назвали это село? Но непонятно, неужели здесь кто-то болел Чесоткой или все жители повально болели Чесоткой. Но вернемся непосредственно к информации про это село. В 1806 году здесь числилось 12 дворов и проживали 71 житель. По переписи на 2014 год здесь проживает всего лишь 11 человек. На данный момент возможно и того меньше. Да, ребята, мы снимаем про заброшенные умирающие села Крыма. Некоторые пишут, что таких сел по России очень и очень много. Но, ребята, это Крым, это курорт. И мы показываем с такой стороны. Хотим, чтобы вы увидели его. Ведь это не где-то за Уралом, где-то в глубинке, куда тяжело добраться. Где люди уезжают из сел, стремятся в какие-то небольшие города, в большие мегаполисы. Это Крым, это курорт. Сразу возле дороги в этом селе находится брошенный дом. Да, ребята, само село, конечно, небольшое. Домов брошенных здесь очень много. Давайте пройдем и все вам подробно покажем. И сами, конечно, посмотрим. Мы видим, что очень давно здесь никто не живет. Окна здесь с разбитыми стеклами. Некоторые окна заколочены фанерой. Очень много автомобильных шин здесь валяется. Все поросло травой очень давно. Но если вы будете ходить по таким вот местам, по которым ходим мы, будьте, пожалуйста, очень осторожны. Потому что попадаются различные ямы, проволока может лежать, гвозди. Ну, смотрите, это хозпостройка возле этого дома. Все разрушено. Построен дом из ракушника. Рядом находится, я так понимаю, летняя кухонька. Ну, давайте начнем именно с этого места, с летней кухоньки. Попробуем зайти, если здесь все не загадили. Ну, немножко нагадили, конечно. Да, смотрите, вот так все это выглядит. Кровля потолка может, конечно, обвалиться в любой момент. Пол может тоже обвалиться. Паутины очень-очень много. Кто боится пауков, вам, конечно, не сюда. Ребята, есть погребочек небольшой, есть небольшая комнатка и лежит автомобильная шина. То есть сама вот эта вот постройка очень небольшая. Да, эксперименты, конечно, присутствуют на полу. И еще вот такая комнатка. Ну, а теперь давайте пройдем в сам дом непосредственно. Возле дома различные хозпостройки, которые здесь когда-то были. Остатки хозпостроек. Небольшая прихожая при входе в этот дом. Внутри, смотрите, кровля провалилась. Все эти камни попадали, ракушняк, конечно же, вниз уже. Будем очень аккуратны и осторожны. Это, как я сказал, небольшая прихожая. Так оно и есть. Обратите внимание, вот такая вот старая дверная ручка, кольцо, чтобы вешать сюда, вот замочек вешать, чтобы закрывать дом. Здесь какая-то старая мебель валяется у нас. Заходим, смотрим сразу на потолок. Потолок пока целый. Небольшая комнатка одна. Это или кухня, или что-то еще. Где вот мы видим, ракушняк обвалился полностью. И вот такая вот комната еще длинная, продолговатая. То есть вот он сам, небольшой этот дом. Здесь практически ничего не осталось. Вот такие вот старые дверные петли, ребятки. Вот они. Проводка есть электрическая. Ее не сняли, не выдрали. Ну, выходим и будем продолжать смотреть это село дальше. От самого села практически ничего не осталось. Всего лишь несколько домиков. Жилых, возможно, 3-4 дома. Но мы видим вот такие вот развалины, остатки домов. Все брошено, ребята. И как я вам только что говорил, что это всего лишь каких-то 18 километров от курортного города Саки. Вы смотрите, все поросло травой. Да, не верится, что вот это Крым. Рядом цивилизация. И в это, конечно, не хочется верить. Смотрите, какая высокая трава. Ее здесь никто не косит. Рядом с этим селом находятся газовые коммуникации. Их до села довели. Но само вот это вот село, в остатке села, конечно, никто газ не провел. Электричество есть. Водопровода я тоже, к большому сожалению, не вижу. Валяются вот такие вот плиты, камни, которые хотели использовать для строительства какого-то дома. Но все это валяется, все это брошено, заброшено. Есть остов теплички. Возможно, кто-то что-то здесь и выращивал когда-то. Возможно, в этом сезоне что-то здесь пытались выращивать, но пленки на теплице нет. Смотрите, вот такой вот небольшой домик. Электричество к нему подведено. Окна застеклены и заклеены пленкой, затянутой пленкой. Скорее всего, здесь кто-то живет. Вот такой вот заборчик, невысокий заборчик из старого ракушника, который, скорее всего, взят с брошенных домов. Скорее всего, вот с того дома, который брошен, разрушается. И построили вот этот вот нехитрый заборчик. Смотрите, вот такой маленький домик. Что хочется сказать насчет связи и интернета именно здесь, ребята, в этом месте. Мобильная связь здесь есть, но интернета здесь, к большому сожалению, нет. Рядом дом брошенный. Сейчас мы туда попытаемся зайти, если нас, конечно, не погонят. Ребята, здесь действительно солнечно. Классно. Вот домик жилой. Окна заплетены виноградом. Забора как такового нет. Когда-то была сетка рабица вместо забора, но его сейчас нет. Сетка эта обвалилась. Давайте пройдем в этот брошенный дом. Кто-то его приспособил для своего склада. Сюда складирует сено. То есть старые дома здесь, ребята, занимают. Занимают под какие-то сараи, под подсобные постройки. Мы в этот дом даже не сможем зайти. Он доверху завален вот этими снопами сена. Вилки, снопы. Я не знаю, как правильно это назвать. То есть вот кто-то, кто живет в соседнем доме, скорее всего, сделал себе вот такую вот подсобную пристроечку. И вот такой вот маленький дом, который, скорее всего, использовался как летняя кухня. Он тоже приспособлен под сарайчик. Тоже сено, ребята. Ну, смотрите, вот такая вот обстановка именно здесь. Здесь обстановка, честно говоря, печальная и удручающая. Да, но люди здесь живут. Люди здесь пытаются как-то выживать. На заднем дворе у нас здесь сделали загон для скотины. Скотины нет. Скотина, скорее всего, на выгуле, ребята. Коровник или свинарник. Этот дом рядом, скорее всего, жилой. И, наверное, хозяева вот этого дома, на который смотрит камера, как раз и приспособили соседний дом под свои хозпостройки. Отопление здесь только печное. Печные трубы. То есть, считаем, один жилой дом, второй жилой дом. И я не вижу какого-то порядка хорошего уклада жизни. Здесь, ребята, здесь вот так вот можно ходить. Бардак, какой-то бардак. Вот эти вот балки. Был пожар где-то здесь в доме в каком-то. Свалены балки. Третий дом тоже, скорее всего, жилой. Потому что присутствуют окна. Я делаю именно вот такие выводы. Ты же собаки не гавкаешь. Да, там во дворе маленькая собачка, но она не гавкает. Она от нас убежала. Наверное, побежала звать хозяина. Ну, всего одна улица. И смотрите, вот окна застеклены. На доме висит счетчик электроэнергии. Ну, вот там, да, конечно, ворота закрыты. Мы не будем заходить на чью-то частную территорию. Сама прихожая, будем говорить так. Даже двери нет туда. Зной туннель. Да. Вот такие вот постройки из старого ракушника с окошками. Еще один застекленный дом. Мы видим, что картина такая вот, как я сказал, удручающая, печальная. Люди здесь живут. Они пытаются как-то выживать. Некоторые зрители в своих комментариях пишут, что ты нам показываешь такую гадость, показывая курорты Крыма. Ну, многие блогеры, практически все блогеры Крыма снимают и показывают вам курорты. Ну, хочется показать вам другой Крым. Это не гадости. Это именно реальная жизнь в Крыму, реальная жизнь вдали или недалеко от городов, от крымских городов. Мы рассказываем, как живут люди, чем они дышат. К большому сожалению, мы не встретили здесь местных жителей, потому что теплые деньки. Они где-то выгуливают скотину, погнали скотину на выгуру. Или же поехали в город по своим каким-то личным делам. Очень хочется поговорить с местными жителями, как они живут, чем они здесь дышат. Чтоб это было не только с наших слов. И мы специально не выбираем вот такие вот села. Мы также показываем села, в которых жизнь бьет ключом, идет развитие. Красивые села, где что-то делается. Но именно вот про село Громовка как-то забыли. Пройдет какое-то непродолжительное время. И скорее всего, последние жители, которые здесь живут, доживают, будем говорить так, бросят это село. Дома разрушатся. И через каких-то 50 лет, после того, как люди отсюда уйдут, здесь ничего не останется. Какие-то фермеры на месте вот этого села потом сделают свое поле. Будут выращивать что-то. И только упоминания в каких-то старых летописях и также наше видео напомнят о том, что здесь было село. Мы же продолжаем свою прогулку по селу Громовка. Спросим Ирочку, как ее впечатление. Удручающе. Да, ребят, конечно, после нашего путешествия по Кавказу, после Тбилиси, после красот Осетии и других красивых мест, приехать в Крым и начать снимать сразу для вас такой шок-контент, будем говорить так, немножко удручает. Может, не будем закрывать глаза на правду? Да, ребята, действительно, это так. Ну, смотрите, дворы здесь очень большие, очень большая территория, и можно заниматься хозяйством. Но низкая калиточка, низкий заборчик. Во дворе все не покошено, все заросло травой. Опять же, опять же, вы сами видите, какая картина здесь складывается. Ну, я думаю, здесь местных жителей, которые на постоянной основе живут, нет, потому что есть дома более-менее, ну как, еще более пригодные для жизни, но окна разбитые. Да, скорее всего, Ира права, что, может быть, здесь кто-то живет, один-два человека на постоянной основе. Остальные же люди уехали, живут в городе, дома за ними остались, скорее всего. Ну, они сюда приезжают наездами, как на, будем говорить, так дачку, на выгул скотины, как-то так. Судя по всему, этот дом тоже брошен, окна выбиты. И давайте тогда зайдем сюда и посмотрим, как же здесь обстоят дела. Ходить, как я говорил, нужно очень аккуратно. Смотрите, пожалуйста, под ноги. Да, конечно, хочется поднять голову, посмотреть все вокруг. Ну, под ноги нужно смотреть обязательно. Да, смотрите, окна выбиты, висит. Вот такая еще штора, остатки шторы, будем говорить так. Да, удручающие, ребятки, удручающие. Смотрите, как все заросло, вход сюда зарос. Такая вот лавочка здесь есть. Но замок висит. И, смотрите, некоторые дома построены из ракушника. Этот дом построен из камня, в перемешку с саманом, обмазан саманом. Вместо штукатурочки вот такие вот старые столы вынесены сюда. Опять же, хоз постройки. Все как-то заброшено. Неаккуратно, немного все неаккуратно. Люди ушли отсюда, все бросили. И вот это вот хоз постройка, где держали какой-то скот. Такие вот загончики для скота, ребята. Мне самому очень интересно стало. Давайте зайдем и посмотрим. Да, небольшой загончик для скота. Когда-то здесь держали или курьей, или может быть свинок. Здесь тишина, такое умиротворение. И какая-то грусть, печаль от того, что люди, у которых не было работы, которым не созданы условия для нормальной жизни. Они бросили это место, покинули. Яра мне показывает, я когда шоу не заметил. Смотрите, висит вот такая вот рыбацкая снасть. Это у нас, ну если я не ошибаюсь, или раколовка, или краболовка. А может быть какое-то приспособление для ловли рыбы, чтобы она сюда заходила и оставалась там. Смотрите, повесили вот такой вот импровизированный светильник. Подвели провода электричества. Это когда-то была люстра в доме. Ну, раз там висит замок, мы не можем зайти. Давайте хоть через окошко заглянем и раз заглядывает, что же здесь есть. Вот такая маленькая комнатка. Шнурок зарядки лежит здесь на подоконнике. Есть также зонтик валяется, старая газета и две автомобильные покрышки. Стены этого дома уже потрескались внутри, вы сами видите. Насчет отсутствия центрального водопровода я оказался прав. Мы видим на территории одного из домовладений колодец. Этот колодец, скорее всего, не используется, хотя крышка закрыта, а возможно его используют. Ведра я, конечно же, не вижу. То есть воду здесь брали и берут непосредственно из колодцев. Шиповник, ребята, шиповник, шиповник в Крыму. Смотрите, как ярко, красным он горит. Крымская осень, это прекрасное время года. Было достаточно холодно. Температура ночью опускалась практически до минусовых. Практически до заморозков в степных районах Крыма. Но в Крым пришло потепление и светит яркое солнышко. Хочется радоваться, хочется бегать, смеяться, купаться в море. А мы вам показываем вот такой контент. Немножко удручающий. Ну, сами посмотрите, как покосились вот эти вот въездные ворота в это частное домовладение. И здесь, скорее всего, никто не живет, хотя, скорее всего, дом этот закрыт. Электричество подведено, на окнах есть шторы, какая-то вазочка экибана из таких вот сухих. Сухоцвет, Ира, мне подсказывает. То есть, кто-то, возможно, сюда приезжает и здесь живет. Ну, это, опять же, мои предположения. Кто живет здесь или рядом с этим селом, местные жители, отзовитесь. Напишите, пожалуйста, какие-то исторические факты про это село. Может быть, кто-то здесь жил в детстве и уехал. И знает все. Может быть, где-то я оговорился. Допустил какую-то ошибку. Не стесняйтесь, поправьте меня в комментариях. Я читаю все комментарии. Вот такое видео у нас сегодня получилось. Надеюсь, вам понравилось. Конечно, понравится оно не всем. Но уж не обессудьте, как говорится. Мы старались показать вам другую сторону Крыма. Другую сторону отдыха, курорта. Всеми любимого курортного Крыма. Да? А на 7 не смеем вас задерживать. Идите кушать. Наливайте чаек. Кто будет кушать, приятного аппетита. Всем пока и до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok